Кинокомпания «Юниверсал» Кинокомпания «Юниверсал» Продюсер и режиссер Брюс Нейнин Вот она Мы проверили документы, все в порядке Большое спасибо Так о каких сложностях ты говоришь? Они там, есть проблемы Сан-Франциско один из самых больших городов Соединенных Штатов Он стоит на холмах И завтра утром вы с вами увидите его Вы опекаете этих детей? Да, сэр Спасибо, я разберусь Да, инспектор Я из иммиграционной службы Капитан сказал мне, что у вас целая куча ребятишек Восемь Они ваши родственники? По крови нет Но они мне как родные Она и папа, и мама, и врач, и медсестра Что с паспортами? Настоящих паспортов у них нет Что же у них есть? А что может у них быть во время войны? Страх и надежда на кров Где вы их нашли? В Китае Они все родились там? Нет, сэр Я не знаю, где они родились Но я расскажу вам все, что знаю о них Папа Морис был владельцем заправочной станции недалеко от нашей школы Японцы заправляли у них свои лодки С тех пор она не видела своих папу и маму Папа Родни работал где-то в Ханое В семье было трое детей Но японцы бомбили центральную часть города за дня в день А это Берна, ее отец из Новой Зеландии Думаю, она родилась в Австралии Мы пытались найти ее маму, но мы опоздали А это Тедди Его отец работал врачом в сельской больнице Японцы взяли в плен его родителей и оставили мальчика умирать голоду Они просто не нашли его Он шел вдоль дороги несколько миль Китайские солдаты привели его к нам Элизабет и Анна попали к нам через Красный Крест Элизабет родилась в Гонконге Анна, скорее всего, в Сингапуре Вита нашли в лодке Он единственный выжил А этого малыша мне отдала его мать Она умоляла меня спасти его жизнь И я пообещала, что сделала это Во время войны трудно представить, что происходит с детьми Они бессильны против войны Да, но есть правила С детьми будут обращаться достойно У вас есть паспорт? Да, я родилась в Филадельфии Мои родители увезли меня в Китай, когда мне было три года Утром достаньте паспорт, пусть дети будут возле вас, пока мы не прячаем Я знал, что все уладится Вы сойдете с корабля первыми Большое спасибо Это еще не все Вам придется пройти в эмиграционную службу И подождать, пока власти решат, как распорядиться судьбами этих детей Увидимся утром О чем это он? Это дела бумажные, ничего особенного А вдруг они не разрешат детям въехать? Позвольте мне уладить это Все будет хорошо Надеюсь Спасибо На здоровье Это вся информация, которая у меня есть Ничего о месте их рождения У нас есть устав Да, слишком много детей Война Посмотрим, что можно сделать и так Точка отправления Китай Затем снятая с борта американским конвоем И переправленная к берегам США на военном судне «Западная волна» Много было приключений Вы, мистер Блейк, граждане Америки Вы можете свободно передвигаться по ее территории А как же мои дети? Я расскажу вам, как обычно происходит в подобных случаях Поскольку у них нет паспортов, мы должны их задержать? Нет Разве что какой-нибудь гражданин Америки согласится заплатить по 500 долларов за каждого Да, личными, да, наличными И возьмет их на обеспечение Я сделаю это Я буду работать Правда? Не пойдет В уставе сказано, что попечитель должен уже иметь стабильное положение Может, есть какой-нибудь другой вариант? Вы занимались религиозной работой в стране? Нет, я работала в школе Это была идея моего отца Он был учителем Моя мама тоже И я могу начать работать в школе и взять их в качестве учеников Я хороший учитель Поверьте мне Я это умею Ищите деньги Это единственный способ Вам нужно 4000 долларов Все, что у меня было, лежит на дне океана в кармане парадных брюк Коммодор Холидей обещал позаботиться о них Тимоти, мистер Блейк может подтвердить это? Конечно, готов поклясться Если бы Коммодор был жив, не было бы вопросов Но у Коммодора ведь были родственники Хорошая идея Не думаю, что они... Я уверена, они помогут нам Позаботьтесь о детях Хорошо Спасибо Ребята, послушайте меня Вы останетесь с этими господами А я очень скоро вернусь Когда? Через несколько часов И мы снова будем все вместе Ведите себя хорошо, слушайтесь Хорошо Мы быстро вернемся и заберем их Идем, Тимоти Какой большой дом Думаю, там сейчас никого нет А я думаю, они дома Идем Я позову их Нет, нет, есть звонок Звонок? Должен быть на стене Не торопись Что мы им скажем? Правда? Нет То есть, да, конечно Но как начать? Коммодор сам собирался Вам об этом сказать Он даже письмо вам начал писать Но оно отправилось на дно морское Привет, это я В этом мире я утону? А где же Коммодор? Отправился на дно морское Как и положено порядочному моряку Как положено порядочному моряку Прошу вас Простите Семья Коммодора дома? Мы их по всему городу ищем Вы тоже были на судне Коммодора? Да Семья дома Они будут рады познакомиться с вами Входите Подождите здесь Леди в гостевой комнате принимают друзей Я пойду и узнаю, смогут ли они принять вас Им придется принять нас Неужели? Предоставь их мне Я все сделаю Даже рта не открывай Хорошо, не буду Вы нашли их? Они примут вас Тимоти, идите за мной Привет, Тимоти Сэр Тимоти? Тимоти? Здравствуй, Тимоти Похоже, ты последний, кто видел моего брата Значит, корабль затонул Да, мэм Ты как видно уцелел Он не потопляем Да, мэм Так зачем ты хотел видеть меня? Я был в офисе, они сказали, чтобы я лично зашел к вам Да, завтра утром Предоставь, пожалуйста, отчет о случившемся Мы обсуждаем, как поступить с домом моего брата Извини нас Спасибо за визит, до свидания Счастливо, Тимоти До свидания Возможно, Тимоти нужны деньги Да, конечно За этим мы сюда и пришли Кто эта девушка? Энна тоже была на корабле Хендерсон говорил, что их двое Мы рады, что вы живы Фергюсон, дайте им 20 долларов Да, но Нам нужно немного больше Скажи им, Тимоти О чем она? Они говорят, что им нужно больше, чем 20 долларов, дорогая Да, 4 тысячи Что? Что это еще за шутки? Конечно, мы дадим вам 4 тысячи Мы каждому дадим по 4 тысячи А почему 4, а не 5 или 10? Это для детей Тимоти, расскажи им Простите, мы очень заняты Вам придется уйти Подождите Мы не все сказали Коммодор обещал позаботиться о них Усыновить их Усыновить кого? Детей Их было 9 на корабле Посмотри, сколько у меня есть Эдгар Он обещал позаботиться о них Говорил, что у него большой дом И он правда большой Они такие маленькие А здесь так много комнат Они вас не стесняют Как это похоже на Томаса? Он все время что-то обещал Только для того, чтобы поиграть у меня на мервах Простите, дорогая Но мы продаем дом Вам придется подыскать что-то еще Война? Мало ли что Да, я знаю, что это война Идем, Тимоти Тимоти, многое изменилось Не думай, что можешь приходить в дом По любому пустяку, как при жизни брата Не говорите мне о вашем брате Я провел с ним 32 года в море Да, Тимоти, это твоя премия Мне не нужны ваши деньги Мне не нужны подачки Я прожил жизнь настоящего мужчины Я служил морю не ради денег Это точно Идем, Тимоти 32 года 32 года я посвятил ему Мы столько пережили вместе Я никогда не думал, что придет тот день Когда родственники Томаса Холидея Вот так беспардонно выгонят из его собственного дома Его вдову и его детей Что? Его вдову? Ты хочешь сказать, что эта девушка его вдова? Капитан даже послал вам телеграмму с Хануэ Я говорил вам о его телеграмме Ты уверен в этом? Я был там Мы надеялись, что вы не отвергнете принятых им детей Почему вы не сказали нам об этом, дорогая? Я не собиралась говорить Она поклялась хранить секрет Я тоже обещал молчать И что нам теперь делать? Это значит, Карл, что состоялась свадьба Свидетель тому, старина Тимоти Что мне провалиться? Значит, эта девушка, выжившая вдова Комодора Именно так Присядьте, миссис Холидей Кто были свидетели? Она не знает их имя Джон Эргенсен И Тим Трейси И еще Пит Дэйли, инженер Да, точно Пит Дэйли Есть записи в бортовой книге? Конечно Где эта книга? На дне океана Я же говорил вам, но никто меня не слушал Дай еще раз посмотреть Вот это сюрприз Очень большой сюрприз Только не для меня Я все знал Да? Да Комодор прислал телеграмму, где написано о вас Эдгару Холидей в Сан-Франциско Скоро приедет сюрприз, Комодор Отнесите кровать на второй этаж Это туда же А вот и они Объявительник, сэр? Не стоит А где она? Мы пришли Видите, какой большой дом? Где леди? Наверху Идемте Дядьки Как их много Я тоже так подумал, когда их увидел Постучи еще раз Ребята, какие вы красивые Все хорошо, это Рут Нет, сэр Это я Да, этот запах сводил вас с ума, дорогой Комодор Могу поспорить, что в ваших жилах текла именно Мадера В моих, правда, тоже Надо спрятать эту бутылочку в укромное местечко Неплохо Совсем неплохо Я знаю, что делаю Как у нас такие вещи происходят? Вы с женой обзавелись Выпью за ваш счастливый брат Это я Я никогда прежде не видел такой прекрасной молодой леди Вы похожи на ангела Прекрасный ангел сбивается с ног Это вы оплатили? Нет, вы как будто слегка шатались Вы выпили? Нет, нет Я еле стою на этих высоких каблуках Ясно А вам, по-моему, уже хватит Я тут предложил тост нашему старому благородному другу Дети не должны этого видеть Они уже в постели Но они все еще не спят Вдруг кто-нибудь выйдет? Тогда я пойду вниз Отнесу в бар Я это сделаю Не уходите Я вернусь Привет Добрый вечер Надеюсь, я не ошибся дверью Это дом семьи Холидей Не ошибся Осторожнее, не спешите Похоже, ваши туфли Наслушаются вас Каблуки Я не привыкла к ним Осторожнее Кто вы? Миссис Холидей Какая миссис Холидей? Миссис Томас Холидей То есть миссис Томас Спенсер Холидей? Да Я хотела отнести бутылку Спасибо Нет Вы позволите? Не знаю Мне надо Я Томас Спенсер Холидей У меня оказывается прекрасная молодая жена И два стоящие на каблуках Я не ваша жена Я вдова Комодора Холидея Вы его вдова Тогда вы точно не моя жена Вы моя бабушка Да Насколько тянет ваш улов? Что? Улов Я не понимаю этого слова Вы же знаете, что значит улов? Вы о рыбалке Вы великолепны Давайте выкладывайте мне все Назовите вашу сумму Сколько вы хотите? Я все еще не понимаю вас Вы же не просто так стали моей бабушкой Я была в Китае И мой дедушка тоже Да, я была на борту его корабля с детьми Еще и дети? Да, их восемь Восемь? Одного мы потеряли Малыш Пепе Бедный Пепе Но восемь ведь осталось, да? Четыре мальчика и четыре девочки Один китайчонок Что? Маленький китайчонок Он последний И мой дед знал обо всем этом? Да, это была его идея Он сказал, что у него большой дом И он... Может, хватит уже? Много поколений моей семьи в морском бизнесе Сколько раз возле вы ловкачки вроде вас пытались Прожиться на нашем состоянии? У вас только детишек побольше Я не верю ни одному вашему слову Никаких детей и все такое Мы хотели пожелать тебе спокойной ночи Ребята, вы уже должны лежать в постели Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Подождите Я ошибался Мне очень жаль Но я все еще не понимаю Где вы их всех нашли? Они все учились в китайской школе Присядем Расскажите мне Здесь? Да Все хорошо? Надеюсь, ваши друзья не застукают нас Так чьи они дети? Думаю, они вообще дети Как еще сказать, когда война бросает их в руки взрослых? Я пытаюсь объяснить вам Думаю, я понимаю, о чем вы Мои корабли много ходили через Атлантику последние три года Я видел много таких детей Мои ходили в нашу школу Мой отец отправился с этой миссией много лет назад Он отправился в Китай проповедовать христианство Остался там, потому что китайцы позволили ему стать хорошим христианином Где была школа? В Шакаре? Нет, в маленькой деревне на юге Китая Недалеко от Брумы Такое спокойное место Люди там были Добрые Наивные Добрые Ах ПОДПИСЫВАНИЕ Привет! Как у вас дела? Продвигаются. Как смотрятся со стороны? Просто великолепно! Уже заканчиваю Если бы я не помог, мы бы не закончили Это точно Надо отойти и посмотреть, что получилось Все для наших детей Нашим детям невероятно повезло Потому что у них есть чингли У них есть ты Смотрите Посмотрите на дорогу Там облако Облако Мэн думала, что это облако Но это были части китайской армии Они шли на соединение с частями в Ханое Вы здесь главный? Да, я ответственный за школу Мои люди остановятся передохнуть ненадолго Да, я понимаю Вода нормальная? Проверял на прошлой неделе Спасибо, мы проведем здесь одну ночь Можно прийти к вам власти? Будем вам рады Надо принести им еду Хорошие идеи Они же наши вместе Что такое? Пепе Элизабет, ты видела Пепе? Эта малевка опять потерялась Возьми Питера Пепе 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 Покажи мне, солдат Я тебе кое-что другое покажу Чингли Вот, держи Спасибо Рыба Рыба Спасибо, какая славная рыба Детям было весело с солдатами А солдатам нравилось играть с детьми А потом в небе появилось Несколько самолетов Смотри, что это там? Подъем Тревога, подъем Надо увезти детей к деревьям Уведите их поскорее Дети, ложитесь Вниз, все вниз Магда Да, доктор Керн Ты должен увезти всех китайских детей на север Там они будут в безопасности Рут Ты отправляйся на юг с остальными Возьми письмо к моему другу Ты поедешь с нами? Он не может двигаться Сегодня нет, но я уверена, через несколько дней он окрепнет или... Боюсь, это невозможно Рут Возьми меня за руку Моя работа закончена Мне осталось всего несколько часов Твоя работа только начинается Что я должна сделать? Собери всех детей вместе Они знают только друг друга и тебя Они были бездомными, когда попали к нам Теперь они снова остаются бездомны Будьте вместе, одной семьей Хорошо, дядя Счастливо, Рут Удачи, милый Пока, пока Мне было нелегко прощаться со школой Я выросла там Наши дети всегда были в безопасности Мы отправились в путь, не зная, что нас ждет впереди Наше путешествие длилось много дней Мы проезжали через деревни, разрушенные войной Однажды мы остановились ненадолго в небольшом городке, чтобы охладить машину Вдруг тишину прорезал детский плач Нам казалось, что город был совершенно пуст Я услышала плач и решила помочь Я упала на колени перед женщиной, лежащей на земле Перед китаянкой Я поняла, что она умирала И попыталась помочь ей Она еле говорила Но я поняла, что она просила забрать ее сына Я никогда не забуду ее глаза, когда я сказала, что возьму его Потом я взяла малыша на руки Мне казалось, он понимал, что происходит Это он И ты, Ченек? Да, наверное, проснулся Пойду посмотрю Простите Конечно Не могу поверить, значит, мне не показалось Фергюшин, как пожелаешь? Хорошо, рад видеть вас в целости и сохранности Я тоже рад Как путешествовать? Хорошо Как дела? Гораздо лучше Рад слышать Жан Комодор не с нами, да Знаете ли, он нас всех порядком удивил Комодор был великолепным человеком, да, сэр? Мы все его недопонимали Да, сэр Наверное, она поет детям колыбельную Пение в нашем доме в новинку Еще бы, сэр Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сколько игрушек Вот это да За этим столом не сидела женщина с тех самых пор, как Комодор Женился Это было 43 года назад Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогая, это совсем не сложно Напротив Луиза, сестра Комодора Эдгар, его брат А я его жена А вы, значит? Его кузен Уверена, вы захотите узнать его получше Он хранитель государственного золотого запаса Я помню эту танцовщицу из Милана, которая пыталась женить на себя Комодора А еще вдовая из Монтерея Крима, кажется, помнишь ее? Да, она была гораздо старше тебя, дорогая На любителя Я слышала, что она вышла замуж за нефтяного магната Оказалась очень умна А мой брат курил все те же кубинские сигары? Как вам не стыдно? Он не выкурил ни единой в жизни Вы знаете это Комодор прислал нам 7 телеграмм во время последнего путешествия Странно, что он не сказал нам о вас Комодор не рассказал вам ничего о его семье Не так ли, миссис Холидей? Нет, ничего Уверена, он не забыл упомянуть, что был очень богат И что вы, став его вдовой, будете возглавлять огромную корабельную компанию Что? Луиза, позволь мне все объяснить Вопрос с наследством займет некоторое время Но могу вас уверить, что большая часть компании окажется в ваших руках А также кое-какая другая собственность Только не делайте вид, что не представляете, о чем идет речь Вы основная наследница Но мне не нужна ни компания, ни деньги, ничего Я только хочу, чтобы дети были в порядке В чем дело, Хендерсон? Представители прессы хотят видеть миссис Холидей, мадам Она скоро спустится Попытайтесь скрыть ваши личные переживания Мы должны быть одной большой счастливой семьей Идемте Вы не могли бы встать, миссис Холидей? Сколько вы были знакомы с Комодором, прежде чем поженились? Я почти его не знала Любовь с первого взгляда? Нет, он просто хотел, чтобы дети были в порядке Наверное, это был большой сюрприз для семьи Вовсе нет, Комодор прислал радиограмму за день до свадьбы Мы все знали об этой милой девушке Вы не носите кольца, миссис Холидей? В нашей семье не плачут о потерянных умолевищах Мы радуемся счастливому возвращению Посмотрите сюда, миссис Холидей Расскажите о себе Что вы будете делать с детьми? Они будут со мной здесь Я могу сфотографировать детей, миссис Холидей? Сейчас они спят в другой раз Потише Спрячемся здесь Вы уже здесь? Что это значит? Он искал свою шляпу По правде, как сказать, мы решили, что здесь слишком много места Слишком много Куда вы идете? Мы уходим Не уходите Рут говорит, что нам придется Только не в 4 часа утра Тимоти, отведи детей наверх и уложите спать Мы лучше пойдем Не сейчас, я хочу поговорить с вами Мы, правда, немного рановато Ну что ж, может поспим еще Пару-тройку часиков, ребята Идемте Можно, Рут? Ну хорошо Идемте в кроватки Я понимаю, что вы чувствуете Я хочу извиниться Извиниться? Да Идемте Поговорим в гостиной Понимаете, в этой стране совершенно другая жизнь Вы не должны извинять В этой стране и у моих родственников дурные манеры Так было всегда Сегодня они были просто в ударе Ну Они расстроены Ваши родственники Они ждали денег деда много лет Боюсь, вы не понимаете Я все понимаю Вам не нужны деньги Среди войны на руках с детьми Он предложил вам руку помощи и сердце Вы согласились? Дело в том, что Как бы там ни было все это Это вы не было Вы поженились Я не выходила замуж за Комодора Это была ложь Правда только то, что он обещал помочь детям Ввести их в эту страну и усыновить Остальное все ложь Ложь? Вы не выходили за Комодора? А как же телеграмма? Вы ее послали Нет, я видела, как он посылал ее Это было на почте Мы с детьми ждали отправления так долго А он стоял у стола и писал Пошлите прямо сейчас, как можно скорее Хорошо? Простите, но кто этот господин? Не мешайте, майор, мы можем отослать это прямо сейчас? Что-то со смыслом Сюрприз, корабль, корабль Вычеркиваем, возвращается Сан-Франциско Скоро Сан-Франциско Тоже так лучше Простите, но кто был этот господин? Он ведь не шпион? Нет Ну что ж, это был командор Холидей Глава компании Симон Там стоит его корабль? Да Он отплывает сегодня? Простите, я не должен давать подобных справок Но думаю, что да Да Большое спасибо Элизабет, смотри за детьми Командор Холидей Командор Холидей Ваш корабль отплывает сегодня? Да Как я рада Рада? Мы с детьми приехали сюда из Брумы Железные дороги отрезаны Нам не выбраться отсюда, разве что на корабле Простите Но я должна вывезти детей Здесь слишком опасно Брать на мой корабль пассажиров еще более опасно Командор, может возьмем парочку детей на борт? У меня их девять Девять? Невозможно Они очень маленькие Они все поместились в одну машину Я бы могла... Простите, у меня леди, но мы не берем пассажиров на борт Тимоти, пора готовиться к отплытию Слушаюсь Что же мне делать? Приказы Командора не обсуждаются Значит... Девять? Тимоти позволил нам зайти на борт Тогда я была самой счастливой на земле Мы жили в койоте Тимоти Она была недалеко от грузового отсека Но она была удобна Когда я кормила детей Дверь вдруг распахнулась Как вы провели этих детей на борт моего корабля? Ешьте, дети Я сейчас вернусь Сэр, мы должны добраться до Кокана Но мы не плывем в Кокану Но вы же сказали, что собирались Идет война И я не собираюсь говорить пункт назначения каждому встречному У вас есть документы? Да Но эти дети сироты У них нет документов? Нет, сэр У вас есть друзья или родственники в США? Нет Мы сойдем на берег в Америке? Если повезет Но у детей нет паспортов Когда мы сойдем на берег, детей отправят в консульство И там будут решать вопрос о направлении в соответствующие учреждения Все будет хорошо Но их нельзя разлучать Они семья Я дала слово, что... Подумаем об этом, когда доберемся до Сан-Франциско Я никого не знаю в Сан-Франциско Вы знаете его имя и меня в Сан-Франциско Молчать? Да, сэр Ваш чай Пообещайте, что дети будут вместе в безопасности Прекратите Не люблю болтушек И еще не люблю плакс Вы на моем корабле Я привезу их в страну, даже если мне придется усыновить их всех Клянусь вам жизнью Слово комодора Большое спасибо Возвращайтесь к ним, пока я не передумал Вы замечательный человек Свернул бы я тебе шею Лучше выброси из-за нас Доплыву Доплывет Ты плавать не умеешь Кто бы говорил И не носи мои носки Я была очень счастлива, когда я рассказала об этом детям Они тоже были счастливы Попасть в Америку все равно, что попасть в рай Потом я уложила их спать Впервые за много недель они спокойно спали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спокойной ночи. Хочешь на ручки? Ну что ж. Танцепуа тван, че яутуан луа шя, луа шя лай шя бау бау, яутуан тан луан. Мы с детьми только задремали, когда в корабль попала торпеда. Все проснулись. На палубе было столько народу, все побежали к лодкам. Нам с детьми удалось сесть в лодку. Когда мы отплыли на безопасное расстояние, мы поняли, что с нами нет маленького Пепе. Пепе. Увы, мисс, командор тоже погиб. Я буду скучать по нему. И где бы он ни был, думаю, он будет скучать по мне. А потом мы приехали в Сан-Франциско и пришли сюда просить о помощи. Мы придумали эту ложь. Идея была хорошая. Мне пришлось ради детей. Им нужен был приют. Всего на пару недель. А потом все завертелось. Я не думала, что все зайдет так далеко. А как вы думали, это будет? Не знаю. Я сделаю все, что захотите. Прошу, позвольте нам уйти. Вы не можете уйти. Теперь мы с вами повязаны. Я вас не понимаю. Поговорим утром. Спокойной ночи. Да, миссис Айзек. Уже? Да, моей бабушке всего 28 лет. Да, очень смешно. Большое вам спасибо. До свидания. Еще телеграммы, сэр. Спасибо. О детях. Алло? Да, миссис Томас Холидей. Волна Вашингтон. Включить приемник? Да, включай. Да, сенатор. Хорошо, спасибо. Да, она. Что? Готовите торжественную речь? В честь нее? Да, конечно, она героиня. Да, такова жизнь. Конечно, сенатор. Спасибо за звонок. До свидания. Хендерсон, скажи детям, чтобы... Наверное, снова телеграммы. А теперь новости прямо из Сан-Франциско. В целости и сохранности прибыла домой миссис Холидей. Молодая вдова с восьми сиротами. Алло. Мистер Холидей? Да, мистер Холидей. Это миссис Уолтер Клайнс. Что? Я знаю двух сирот-двойняшек, и они... Хотели бы вам помочь, но вы у самих уже восемь. Элизабет? Элизабет? Спасибо, миссис Фергюсон, я скажу ей. Где они? Нет-нет, из Китая. До свидания. Делайте со мной что хотите, но не с ними. Они столько страдали во время войны. Где они? О чем вы? О детях. Скажите, что вы с ними сделали? Ответьте мне. Я не имею права здесь жить, но им ваш дед обещал... Я рассказал им о Гольфе, они решили попробовать. Простите. Сегодня утром я разговаривал с иммиграционной службой. Иммиграционной службой? Просил их разрешения, чтобы дети остались. Спасибо. Они будут жить здесь, как и обещал вам коммодор, но... Вам придется уехать. И оставить их? Хорошо. Я сегодня же уеду. Вы не можете уехать, пока иммиграционная служба не даст разрешение. А пока вы миссис Холидей. Нет, прошу вас, я не могу. Смотрите, все газеты обсуждают жизнь моего деда. Если вы исчезнете сейчас, это будет скандал. Я не хочу быть миссис Холидей. Раньше надо было думать. Когда вы будете уезжать, скажите, что едете навестить родственников. У меня нет родственников. Придумайте их, как придумали мужа. Где жила ваша семья? В Филадельфии. Но прошло 20 лет. Я позабочусь о вашем отъезде сразу, как только придет разрешение службы. Да, сэр. Я сделаю все, что вы скажете. Быть миссис Холидей не значит выскакивать из ванной без тапочек. Самолеты, в ней их боятся. Ложись! Все хорошо, дети. С вами ничего страшного не случится. Дети, пожалуйста. Ребята, подождите. Это неплохие. Это хорошие самолеты. Нет, они плохие. Нет, они хорошие. Смотрите, я стою здесь. Я не боюсь. Вито. Если бы это были плохие самолеты, я бы тоже прятался, так? Иди сюда, Вито. Иди сюда. Ну что же вы? Выходите все. Идите ко мне. Вот так. И видите, это хорошие самолеты. Послушайте, на этих самолетах нарисована белая звезда. Это значит, они на нашей стороне. Знаете, что мы сделаем? Мы пойдем на аэродром и поговорим с летчиками. Может быть, они разрешат нам посидеть в самолете? Мы представим, как будто летим высоко над облаками. Вам нравится эта идея? Да. Что скажет Рут? Очень хорошая идея. Но прежде всего, мы сядем в машину, да? А Рут едет с нами? Думаю, Рут лучше остаться здесь, не так ли? Да, я лучше останусь. Мы ненадолго идемте. Пока, счастливо. 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 Пока. Пока. Продолжение следует... Могу я убрать цветы, мадам, чтобы вы хотя бы могли видеть друг друга? Конечно. Некоторым пора в школу. Я хочу узнать побольше о них. Вы одете их? Да. Что они с зубами? Думаю, все в порядке. Вы сказали зубы? Да, у детей ведь обычно меняются зубы. Да, конечно. У Рут не один плохой, коренной. Что? Плохой, коренной. Сзади. Остальных тоже надо проверить. Пусть их посмотрит доктор. Им нужны специальные витамины или лекарства? Не думаю. По-моему, они вполне здоровы. Теперь психологическая картина. Неврозы, комплексы, фобии, навязчивые состояния. Я вызову им психолога. Они нормальные. Нормальных людей нет. Просто вы так далеко. Ну, хорошо. Дети должны чувствовать себя в безопасности. Вы им нравитесь? Они чувствуют себя спокойно с вами в этом доме? С Люси? Они быстро приспосабливаются. Элизабет чуть хуже остальных, потому что она старше. Элизабет чуть хуже. Без вас я не буду скучать. Только первые несколько дней. Но у них будет столько новых впечатлений. Нужно много новых впечатлений. А вы уже получили разрешение? Нет. Но она придет из Вашингтона через несколько дней. Простите меня, миссис Холлидей, но дети хотят, чтобы вы поднялись и уложили их спать. Они говорят, что не уснут без этого. Они вас так любят. Простите. Конечно. Может, вы тоже подниметесь? Вообще-то у меня свидание. У меня помолвка. Они так привыкли, чтобы их укладывали спать. Думаю, Люси лучше будет это делать. Я ничего в этом не понимаю. Надо просто сказать «спокойной ночи». Просто «спокойной ночи»? Ну, с этим я справлюсь. Но я спешу. Это не займет много времени. Хорошо. Вы уже помолились? Да. Всем святым. И за тебя тоже. Молодцы. Ложись. Спокойной ночи. Ты следующий. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Какой забавный. Да. Это он все время плачет. Да, он скучает по маме. Он такой славный мальчик. Дети не должны плакать. Теперь они будут только смеяться. Особенно, когда увидят самолет. И надо придумать ему имя. Мы придумали ему имя. Правда? Какое? Томас. Он будет Томасом, как и вы. Спокойной ночи, Том. Засыпайте, ребята. Не шумите. Кажется, все. Еще нет. Девочки. Да, девочки. Все то же самое? Почти. Сейчас я все покажу. К нам гости. Сходите. Вы уже помолились? Да. Ты прочитала им сказку? Да, я прочитала про меч в камне. Молодец. Спокойной ночи. Спокойной ночи. С девочками мне будет посложнее. Сколько раз ты сегодня причесывалась? Пятьдесят. А я сто. А я зубы чистила два раза. Молодец. Спокойной ночи. Ты уже готова ко сну? Тебе тепло? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Девочки, скоро мне придется уехать в небольшое путешествие. Так что больше вам не придется болтать до полуночи, пока я не войду. Может быть, он сможет укладывать нас спать. Он обязательно будет это делать. И когда он будет с вами, обещайте сразу засыпать. Хорошо. Конечно. Засыпайте. Спокойной ночи. Вы слышали, что он сказал? Я знала, что все будет по-другому. Когда я был ребенком, мой отец тоже приходил пожелать неспокойной ночи. Такая традиция. Со мной тоже было так, только я долго не засыпала. После того, как он выходил, я тоже читал под одеялом с фонариком. А когда моя мама приходила желать неспокойной ночи, я закрывала глаза и пыталась как можно дольше представлять, как она продолжает сидеть рядом со мной. Ваши родители жили? Они умерли от чахотки, когда мне было 10. Я был помоложе. Я переехал к Коммодору, когда мне было 4, а когда мне исполнилось 12, я отправился в свое первое путешествие в Венесуэлу. В 12? Да, я ездил каждое лето до окончания школы. Три недели назад я сошел на землю. Я был в Англии. Занимаюсь семейным бизнесом. У нас 14 кораблей в Атлантике и 26... Точнее, 25 в Тихом. Начали говорить о детях, перешли на корабли. Так всегда бывает, если разговариваешь с моряком. В Китае есть пословица. Если говоришь с фермером, приготовься говорить об урожае риса. А с сапожником говори о сапогах. Вы говорите по-китайски? Мне редко приходилось говорить по-английски. Только с дядей. С детьми, с учениками. В миссии. Да что вы. Это уже не английский, это американский. Я никогда прежде не разговаривала с американцем. Вот так, запросто. Легкий бриз. Что? Так говорят на корабле. Легкий бриз? Непринужденный разговор. Нет. Правда, это класс. Класс? Американский труднее к китайского. Я вас еще не такому научу. Уроков за 10. Когда пойдете с детьми за покупками. Вы простите. Ну что вы, я тоже забыла. Возможно, над нами пролетит еще раз легкий бриз до того, как я уеду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Рут! Что случилось? У меня не спится. Возвращайся в постель. Можно мне помочь тебе? Хорошо. Почему ты не спишь? Не знаю. Он такой милый, правда? Он такой милый. Ты задушишь меня. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я выключу свет. Засыпай. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня днем я хочу отвезти детей на пристань. Им будет интересно посмотреть на корабли. Да? Конечно. Мы поедем сразу, как кончится дождь. Эмиграционная служба. Мы вернемся к пяти или половине шестого. Уверена. Им будет очень интересно. Я обожал там бывать ребенком. Рут, я как раз тебя искал. Я Наполеон. Нашел ее в шкафу Комодора. Представляешь нашего героя вот в такой. Получается, он был настоящим модником. Просто великолепно. Что с тобой? Ничего. Рут. Все хорошо. Твои глаза говорят обратное. Мне надо собираться. Куда ты едешь? Я еду в Филадельфию. Может быть, я найду там кого-нибудь, кто знал моих родителей. Ты уже уедешь сегодня? Я должна уехать до пяти. Купи мне билет. Ты сбегаешь. Ты же влюбилась в этого парня. Влюбилась в него. У моих родителей было много друзей. Они так много рассказывали о городе. Я хочу посмотреть, как он выглядит. Глаза всегда выдают женщину. Особенно, когда она влюбляется шаг за шагом, подходя к пропасти. Тимоти! Я должна уехать. Письмо из иммиграционной службы пришло. Что мне сказать детям? Передай им до свидания. Пусть Том не знает об этом. Ты никому ни слова не скажешь? Нет. Руки вверх! Я сказала, руки вверх! Я бандит! Вы мои пленники! Идите за мной! Я твоя пленница! Ты сделаешь это, Тимоти, да? Прямо сейчас? Хорошо, но мне это не нравится. Ты не хочешь с нами играть? Хочу, мистер бандит. Я бы хотела играть с вами целыми днями. Ну, тогда следуй за мной! Чао, Наполеон! Пока! Смотри, что мы тут нашли! Здорово, как красиво! И бриллианты для тебя! Посмотрите на это, просто генерал! Посмотри на меня, Рут! Я королева! Нет, королева я! Нет, я королева! Нет, я! Подождите, подождите! Вы обе королевы! Ты можешь быть королем, а ты королевой! Что скажете? А ты будешь фрейлиной! А ты принцессой! А ты будешь пажом! А вот платья для тебя, Рут! Кем ты будешь? Кем я могу быть? Я знаю, кто ты! Ты взрослая фея, живущая в ботинке! У которой было много детишек! Хорошо, я буду взрослой феей в ботинке, у которой было так много детишек! Проходите, я пропускаю! Спасибо! Прошу вас, подходите к этому окну! Я вас слушаю! Скажите, у вас нет билетов на сегодняшний поезд до Филадельфии? Ничего нет! Ну, может быть, дней через пять! И вы ничего не можете поделать! Ничего? Простите, нет! Спасибо, удачи! Ну и славненько! Какое везение, старина Тимати! Потому что сегодня никак не добраться до Филадельфии! Понимаете? Ничего страшного, мне совсем в другую сторону! Сумасшедшая леди! Простите, вы спрашивали билеты до Филадельфии? Есть! Последние, идемте! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Взаимная она замечательная девушка. Надеюсь, вы будете очень счастливы. Я тоже надеюсь. Со мной все будет хорошо. Вы счастливчик, Адамс? Я? Дела пошли в гору, особенно теперь. Разумеется. Меня зовут счастливчик Джофф Адамс, потому что я вроде как выиграл в лотерею. Что может быть лучше? Даже не представляю. Я... Я должна вам кое-что сказать о Родне. Ему было очень плохо на корабле. Следите за его питанием. Хорошо, завтра я покажу его доктору. Она все время беспокоится о детях. Ее так любят дети. Я тоже люблю детей. Как они растут на глазах, да. Вы позволите, мне надо поговорить с нее наедине. Понимаете? Я отойду. Нет, нет, не уходите. Жаль, что вы так быстро уезжаете. Я хотел объяснить все остальным. Спасибо за все. Объясните им за меня. Хорошо. Я вам верю. Во сколько отправляется ваш поезд, мистер Адамс? Через несколько минут. Вы не возражаете, если я провожу вас до поезда? Нет. А вы не будете возражать? Конечно, нет. Я могу поговорить с ним наедине. Да, конечно. Нет, нет. Я хотел бы купить вам небольшой подарок. Правда? Не стоит. Мне будет приятно. Господи, у вас такой странный друг. Как он сказал его зовут? Холидей. Дом Холидей. Холидей. Позаботьтесь о ней. Конечно, не беспокойтесь о ней. Все, кто едут рядом с Джеффом Адамсом, всегда в полном порядке. Если вдруг она собирается навести детей, приезжайте с ней. Конечно. Каких детей? Ее детей? Она забыла вам сказать о них до свадьбы? До свадьбы? Подождите, это что? Это что, ловушка? Я должен на ней жениться? Я ни на ком не женюсь. Женитесь. Нет, я даже на Джинни не женился. Я слышал о таких, как вы. Мне нужен свидетель. Мистер. Да, сэр? Этот мужчина говорит, что я должен жениться на этой девушке. Это ошибка. Только не надо, я знаю эти штучки. Я позову полицейского. Вы нашли нужного человека, предоставьте это мне. Он не согласен, убирайтесь отсюда, пока не поздно. Хорошо. Ну, а как же... Идите отсюда поскорее. Вы их видели здесь прежде? Прежде никогда, ни разу. Странная парочка. Наверное, авантюристы. Может быть, на поезд на Филадельфию отправляется через минуту. Через минуту? 59, 58. Господи, я уже бегу, я опаздываю. Поскорее. Посторонись. Филадельфия? Я же еду во Фрезно. Бал в честь освобождения Китая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рад вас видеть. Увидимся позже. Вот так всегда. Прекрасная пара, да? То есть, понимаете... Это позор семьи Холидей. Я не собираюсь этого терпеть. А что вы сделаете? Не знаю, но что-нибудь сделаю. А что вы сделаете? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Он был слегка не в себе. Мои носки со своими путал. Не может быть. Вот оно что. Я могу тебе такое рассказать. Волосы дымом встанут. Но мертвых говорят только хорошо. Ты меня хорошо знал, приятель. Еще бы, мы же плавали 32 года вместе. Неужели, да? Позаботься о нем, носатый. А теперь поговорим на чистоту. Да, это я. Легок на помине. Коммодор, какая радость. Мы думали, вы погибли, да? Том, я рад, что ты с нами. Меня не так легко утопить. Мы с вами, Коммодор. Ты что плачешь? Так расстроена, Карен. Ты все же красавица, Томми. Да, сэр, слава богу. Я решил, что мне пока рановато на тот свет. Я тут многих удивил, да? Как ты? Как нельзя лучше? Как твой корабль? Здорово. Тяжелый выдался путь, да? Ради того. Потом об этом поговорим. Я кое-что всем вам должен сказать. Эта девушка была на моем корабле, правда? Она поднялась на борт с девятью детьми, да? Я не хотел, чтобы она была на моем корабле. Я не хотел, чтобы эти дети были там. Она рассказала мне свою историю, и я ей поверил. Я поверил, что она была честной и доброй девушкой. И в течение всего долгого страшного путешествия я не изменил своего мнения. Я думал, что она потерялась. Мне стало ее жаль. И когда я узнал, что она в порядке, живет в моем доме, и что моя семья приняла ее как мою вдову, я был очень удивлен. И теперь, когда я стою здесь рядом с нею, перед вами, я не сомневаюсь, что все присутствующие в этом доме видят, как я счастлив, что моя семья приняла мою дорогую жену. И что она здесь, жива и здорова. А вот и мы, ребята. Смотрите, кто со мной. Смотрите, кто пришел. Это же Пепе. Мы покажем ему дом. Завтра. Он герой. Посмотри, чем у нас научил коммодор. Да-да, все правильно. Пепе рассказывал мне, как управлял кораблем. Он будет великим моряком, да, парень? Когда-нибудь. Есть, сэр. Наверное, многое изменилось за это время, да? Да, я должен тебе рассказать обо всем. Нет-нет, сегодня никаких деловых разговоров. Слишком поздно. Ребята, не пора ли отправляться спать? Да, уже поздно. Вперед все по койкам. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Очень приятных снов. Как вас зовут? Рут. Том. Даже не представляешь, как все это важно для меня. Я думал, что возвращаюсь домой умирать. То, что произошло тогда, просто ужасно. Я думал, что больше не смогу взойти на корабль. Но теперь жизнь приобрела смысл. И он в этих детях. Теперь есть ради чего жить. Им нужна поддержка. Этот дом станет настоящим раем. Рут? Тебе удалось выпасть на одну из ладок, да? Вроде того, дождь загасил пожар. Вы были в самом центре взрыва. Со мной все в порядке. Что скажешь о твоей бабушке, Том? Я как раз хотел поговорить с вами, сэр. Я скажу ему, мы поженились на этом корабле. Я же понял. Теперь мы поженимся на земле. Все будет законно. Это закон моряков. Томас, я бы хотела поговорить с тобой. Может, в другой раз? Эдгар, помолчи. В чем дело? Я бы хотела поговорить наедине. Если вы не возражаете. Конечно, нет. Не надо говорить об этом сегодня. Лучше сейчас. Давайте уже, говорите. Мы кое-что заметили. Через некоторое время ты тоже все поймешь. Если хочешь что-то сказать, хватит ходить вокруг да около. И сегодня, прямо перед балом... Ты любишь свою бабушку, Том? Да, люблю. Мы хотели. Как полагается. Внук влюбился в бабку, ты в меня. Я хотел тебе кое-что объяснить. Да все нормально. Пойду объявлю о свадьбе. Мы просто хотели сказать... Внимание! Скоро здесь состоится свадьба. Что он говорит? Приходите на нее. Мы с этой юной леди никогда не были женаты по-настоящему. Но через три дня она станет миссис Холидей. И это будет законно, по всем правилам. Потому что она выйдет замуж за младшего Томаса. Ну, подождите. Дети останутся со мной? Да. Ну, хорошо. Вот так, красавцы. Если кто-нибудь имеет что-то против, говорите. Чего вы ждете? Чего вы ждете? Чего вы ждете? Продолжение следует...